Казалось бы, сепаратисты Карабах уже показали весь перформанс манипуляции сказочных историй о выдуманном голоде. Но нет, фантазий на эту тему у них не заканчиваются. Горе соседи додумались в 21 веке выдавать хлеб по талону, примерно по 200 грамм на человека. Сценарий до боли знакомый – длинные очереди, фотографии стариков и детей в ожидании хлеба. Всё для того, чтобы выдавить каплю слезы у незнакомых с ситуацией людей. Но ситуация действительно плачевна, учитывая, как армянские реваншисты испытывают голодом людей. Которых они называют своими гражданами. «В Ханкенди не хватает муки, поэтому мы начали выдавать хлеб по талонам. Хлеб выдаётся каждой семье, которая предоставит свои документы. Один талон рассчитан на 8 дней». Наигранность ситуации очевидна. Ведь вот уже около недели на дороге Агдам-Ханкенди стоит автоколонна с продовольствием, отправленная азербайджанским обществом Красного полумесяца из Баку для удовлетворения потребностей в муке, проживающей в Карабахе армян. Азербайджан отправил для своих жителей армянское происхождение 40 тонн муки. Но сепаратисты, удерживающие власть в Ханкенди, упорно продолжают начатую ими так называемую голодовку, которая не дала ожидаемого ими результата. Но отступить уже не решаются. Для них сложилась ситуация, когда любое их действие, даже бездействие, приводит к худшему результату. Это кимучной цунгцванг. А все последствия их безрассудных действий приходится нести жителям Карабаха. В частности, пожилым и ни в чем не видным детям. На каждого человека рассчитано 200 грамм хлеба. Это примерно полбуханки. Мы приносим наше удостоверение личности. Взамен на это получаем талоны. Испокон веков детям принято рассказывать сказки. Однако армяне настолько увлеклись, что начали называть сказки историей. Поэтому корни армянского сепаратизма они закладывают уже в самом раннем возрасте. Очевидно, что прививая детям ненависть, армянские реваншисты упускают шанс жить в будущем в мире и согласии. Но тем не менее, детская наивность дает о себе знать. Они еще не научились так профессионально играть роль опытных сепаратистов и так называемых жертв и врать на публику. Хотя дети в Карабахе и повторяют заученные фразы о голоде, счастливые детские глаза говорят совсем о другом. Да и обстановка в целом показывает, что дети в Карабахе не выглядят колодными. Аккуратная школьная форма, хороший велосипед во дворе школы, мобильные телефоны в руках младшеклассников. В общем, все как у нормальных современных детей. У нас дома совсем нет еды, но это для меня не главное. Я могу и не приносить с собой ничего поесть. Самое главное, что я люблю учиться и ходить в школу, чтобы получать знания. Все дети в нашей школе приходят в школу голодными. Нам нечего есть. И в школьном буфете тоже пусто. Армянские сепаратисты во весь голос кричат о блокаде жителей Карабаха. Хотя, исходя из ситуации, выходит, что сами же и удерживают в блокаде армянское межество Карабаха, искусственно усложняя их жизненные условия. Такой сценарий, возможно, мог бы кого-то тронуть. Но вот поздно спохватились. Ведь ранее практически на международном уровне в штаб-квартире ООН Азербайджан разнес в пух и прах мифы армян о голоде, показав мировому сообществу фотографии пышных свадеб с многоэтажными тортами и богатыми нарядами. Поэтому, как говорится в пословице, голод не тетка, пирожка не поднесет. На этот раз голодные игры сепаратистов были написаны плохим сценаристом. Беновщина Назарова, СБС.